Добро пожаловать на наш канал! Мы делаем это, что мы делаем с этой стороны, а мы делаем это, как снижается жестоколазом, а мы делаем это, что вам понравилось, и это будет очень интересно. В этом случае мы делаем это первое, как Мариша Мохмедов, которые были в организации, он и не помогает этому, где мы годмедеезд. В течение 1999 года мы были в главном подготовке официальной организации. Это было созидательное отделение в днях. Для СМЕ как вода специалистов, мы сейчас укрыли те, кто не ходил на табли, мы сделали это и оставил. Куда мы были в нашей работе, мы пришли в компании, мы решили, чтобы быть в этом месте. Мы хотели снять эти середины. Будем с помощью этой организации. Как мы прийти, скажем, не energized, В то время, между ними утром, она умерла. Когда учились в России, мы учили, что убит 20 террористов, анторористов, машины, то есть у них настоящий характер? Когда люди учились с этим, если донизируют эти тенеры, то определенно, у них есть бесплатные тенеры тогда умерли. Потерпинания умерли. Потом было ушло, Нет, мы не связывали. Вот очень лучше. Вот так как умерли, понимаешь, 18-го, что умерли очень сильно. Только не было ни си齡, но не было. Но если это не было ничего, то и надо было бы сперзать, и вы только звали нас к которой и умерли свою систему, что замутили и санкхатролы битвы, и сверху и сон Божественного видов, и умерли сон Божественного битвы. Разговорились, потому что Они встречаются в деревне, которые они завершались от других, а также в этих делах, которые были обещаны, они вели себя в остальном порядке, которые были в Санкт-Петро, и они были совершены в области. А если здесь не было, они были выражены в Казахстане, в Казахстане, и в Казахстане. Остальные токарские фразы, колоколицы. Сейчас мы отметим, что пытались сказать, что и это все, но если взять там. Потому что здесь duty в Пути, и я кратек, когда этот мир как-то не ловит, и всё это такое. Мы предпочитаем, когда мы ее создали еще один из самых важных технологий, с помощью таких исследований, когда мы сейчас прячем китайские. Это очень мотоцикловный конкурс украинский северный в Нурске. Но является неожиданным на твое середины, что мы или somнём самим бежевого. Горосы украинские мусульмы. По словам, там не бежали, он это неожиданным, с чем им дешевые реплияния. И за то, что это так, что начнет, это была очень большая, очень большая и большая часть. Это были последние 10 лет. Но если вы не знаете, что это было, Вот мой взгляд, почему я с вами был создан этот год, когда вы сказали, что это было бы неизвестно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор Субтитров А.Егорова саврагечна Германия. Я знаю, что на русском языке, бpitел русского языка савра аж цель, савра китайский, уехав в русском языке в Германии. В Европе, людей и мусультов с Афгсиевым, Katie Sumire, савра китайской Германии. Здесь появился на 80%- и на 80%- а не возникло 20 миллионов мусульманных иммигранный. Если бы не то,, что вы учитываете president, что он говорит о том, что у нас было 2000 миллионов, но его иммигранты аккуратно, но я не могу сказать, что им иммигранты, а там европейские исследования, на которой я планирую카 Кобеда, он вырос в том, что иммигранты, но на то, что оно не было. В том числе, мы произошли 18% миллионов мусульманных намного, которые были ди清楚но, если вы купили, Нужно то, что теперь, если мы спрашиваем, то будет только его и дали акций, каким образом прислаживать область, когда он в авторитете себе и социализировать эту ситуацию сомали. Но, если ты интересная индивидуум, то что вы не делаете. Саватлиевым, как Теорийский Восток, Чуробийский Вустахарда, Это был санкар. В результате, когда мы перейдем, мы были в Ушоле гуде, мы приняли за 100 решения, что у Ушолова Даньяев, это 18 лет, 18 лет назад, 18 лет. Это было Музлимом фашиста, ухо-малурский фашист. Это было 18 лет. 18 лет назад Ваших университет Заватолета, в Европе, И это очень важно, потому что это очень важно, что это очень важно. Но это очень важно, если у нас есть урона, мы будем в этом случае. То есть это мой вопрос, который будет первым, это первым, когда вы думаете, что мне кажется, что это не так, что вы думаете, что вы думаете. Это интересно. Это было на данный момент, но это мировая, потому что мы не знаем, что мы не знаем, что мы можем так, и в результате выясняю, что вы понимаете, что я думаю, что я так что-то tucked в себе, потому что мы помните, что мы думаем, что мы единым, что мы не знаем, что мы должны это делать. Но вы не знаете, когда мы знаем, что вы думаете, что мы думаем, что мы лишь по-разному развитию Сомалий, точность узлов, по которой они давали из территории войны. Это правильная половина, а во-первых, мы можем оформировать для статус-пространения и кайзар, и теперь давайте надеюсь, мы будем поговорить сегодня. Мы сейчас будем в этом видео. Мы будем в этом видео. Первый вопрос о Ал-Шаббах. Почему ДНР? Я понимаю, что там есть Сомали, но это довольно далеко. Как вы думаете, что это? Да, это не только ДНР, это всего всего Скандинавия, всего всего Восточного Европа. Как вы увидите в фильме, есть также ДНР, Норвегион и Финеш. Это тоже в Норфе Америка, США и Канада. Мы имеем Сомали, где около 20,000 людей. И я думаю, что один из самых важных причин, что они привыкли к Шабаб, что мы были очень плохим в ДНР, и очень плохим в интегрании Сомали. Мы имеем Сомали в ДНР. Мы имеем Сомали в ДНР, и они... Я реально понял, когда я работаю с фильмом, что они так isolated в ДНР. Они живут в дне семьи, в ДНР, и они не могут быть общественным. Они не могут быть общественным. Они не могут быть общественным. Они могут быть общественным, в мире, в арт-world или в интертейнм-world. Если это не разносит ресторантов и культур, потому что, как я сказал, мы были очень плохие в интегрировании Сумалии в нашей стране, и я думаю, что это один из самых важных причин, что это может быть интересным для этих молодых мужчин, которые могут быть интересными, которые находятся в этой стране, в этой стране, в этой стране. И это очень интересный для них, чтобы найти какие-то значения в их жизни, потому что это может быть трудно находиться в жизни, когда вы постоянно чувствуете расизмирование и дискриминация, что это действительно случилось в Денмарке и в большинстве Восточной Европе. И, в общем, есть случаи в документации, когда партнеры, партнеры Аль-Шабаба, учитывали не только мусульское братство, коммуницией, Ума, но также учитывали их домов, и Сомалия, сохраняя Сомалия, и свободяя Сомалия. То есть, вы думаете, что вы думаете, что у нас есть мастерство фундаменталистов или экстремизм как у нас есть какие-то националистические сентяны между реклитерами? Да, естественно, для наших главных историй и фильмов, это было очень большой проблемой для него, из-за из-за этого Крыса в Аль-Шабабе и сversедлением Аль-Шабаба и не только исламу, которые имели в Аль-Шабаб в Аль-Шабабе и когда иди националисты эль-Шабаб сталкивать, и от этого из-за этого Аль-Шабаб. Аль-Шабаб означает, что они являются молодыми. И они пришли с эспиратом, респирающейся, респирающейся, и бороться с критиками, которые были также поддержаны в США. Поэтому, в то время, это было националистическое мотивление. Но это изменилось в последние годы. И для нашего главного строительства это был такой, как раз, где он решил, чтобы он не был в доме и не против бороться с Аль-Шабаб, потому что он думал, что это было правильно его родственники. Но, в последние годы, этот мотивление стало более жихатистой для тех, кто-то. Так что я думаю, это был вопрос, из более националистической точки зрения и более националистической и более националистической точки зрения. это было по правилам. И мы можем об этом посмотреть, чтобы все мы могли Чтобы я могу посмотреть, вы. Да, но не только я. Так что мы всегда видим, я просто не хочу уничтожить его. Я могу видеть это. Может быть, еще одна вопрос от меня. Вы меня слышите? Да, это немного сложнее, но я могу слышать. Да, есть. Да. Так, есть, когда один из рекрутов, maybe it was Alan Riki, я не помню, говорил, что в ГИХАД, в Сомалии, или в Сомалии, или в Африке, или в Африке. И я просто спрашиваю, если в Денвере есть ожидание терроризма от Сомалии, если есть какие-то отношения, что там может быть в Денвере, в Денвере. Да. Как в остальном, в Европе и в Америке, мы, в Денвере, уже больше и более стрибных правилах, которые позволят терроризмом. И эти правила, они позволят полиции и полиции интеллигентство, teams, чтобы сесть люди, фриск их, да и тапат phones, да и тапат компьютеров, а кодекса в зависимости от всей сумgraшности. Это тоже повсюду большинство людей от индивидуумов в Денмайке. Не только Танцгалдита, но и на внешне-мидерго, но и другие патрики. een basically suspicion in Denmark against Somalis. And of course when you're a young Somali guy, you also feel this. I mean my co-director Lassid, his from Somalia. He's lived here since he was 11. And I'll just tell you a little story about this is what you're asking now. В следующем году, когда мы были сидеть в офисе, работая на фрайде, как сегодня, он подошел в машину, чтобы ездить домой в другую город, около 150 км. И он был остановлен в полицию. И он был остановлен, потому что он был black. И в этой машине, в его машине, там были DVDs, которые он работал на. И они начали interrogать его, почему у него были эти фильмы, что его отношение к Аль-Шабабу, что его отношение к жиху. То есть, они никогда не делали это для меня. Я никогда не испытывал это. Он испытывал это только потому, что он Сумани и он black. Таким образом, это все. Таким образом, в нашей стране. В основном, в нашей стране, то есть, если я понял, что там есть проблемы для Сомалии, а не только для Сомалии. Там проблемы с полициями и криминалами, а также проблемы с алкоголизмом, и социальной алкоголизмом. Да. И, в основном, какая-то поддержка. Это проблема социальной алкоголизм. Но это проблема. Но, а вы линии, что это происходит в том, что в основном, где у МАЛИ, кто-то, 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 или кто-то, 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 и это не проблема? Или это просто основной причиной для экстремистов не быть проблемами? Да Я думаю что ключевое это исключение Если у нас есть целая коммуникация в нашей стране в любом случае они не работают они не работают многие из них не работают и в последнее время есть big survey в Копенхаген и в 6 больших странах и это очень scientific они показали что самая коммуникация они не работают они не работают они не работают и они не работают и они не работают и эти показатели это очень важная коммуникация и наш основной объект в фильме для того того это не только что это очень невероятно это невероятно Что вы хотите сделать в доме? Вы хотите сделать это? Мы хотели бы посмотреть на наше внимание. Мы хотели бы получить душе... Что такое, как большинство в донарь... Что такое, в чём в этом роде? Потому что политики также учатся. Они говорят, что больше и больше, чем больше, о чем-то... о辞ении у slaughterhouse tens, о заплате своих семьи и о tossении его фаворта. Онируют сотрудничать именно на эти церкви. с другими другими людьми, когда они работают в правильном порядке и структуре. Они не подскажутся, что наши древние общества уникали на революционном порядке. Вы просто описали всю политику политики в Денвере, или если есть какие-то нежные альтернативы, instead of punishing and making emigrations? Of course, there are also people who work seriously with these issues and try to tell the politicians that the world is not black and white. The world is full of all kinds of nuances and we also have a responsibility. But if you talk about the politicians and they are the ones making the laws, they are elected for 4 years at a time and there are no votes in talking about our own guilt or our own weak points. There are only votes in saying jihad and suicide actions. It is something the devil made and we have to be hardliners on this. What about the left? What about the left? What about the leftist? Yeah, I am sorry to say, but the leftists in Denmark, of course, maybe they have a little more news, but actually they are also sometimes, I think, tempted to join in that discourse that is about law and order, because they are so afraid of their voters. I am sorry to say, because I, as you imagine, I sympathize with them. And what about the general feedback from the Somali community and from a wider Danish society? The feedback on the film? What was the reaction? We were actually very nervous about that, because we were afraid that the Somali community would feel that, oh, okay, here comes another Somali bashing documentary on primetime television, and now we are, once again, are going to hear that we are potential terrorists and criminals and all that stuff. But we, before the film premiered on Danish television, we actually showed it to some groups in the Somali community, and they were actually as nervous about this as we thought they would be. But when they saw the film, to our big relief, when they saw the film, they reacted with, oh, thank you for actually talking about this with nuances, and with some grey tones between black and white, and actually trying to understand why the younger men are attracted to Shabab. So the reaction has been very positive, and I think that, just a little bit, we helped also the Somali community break this taboo, because our Shabab has really been a taboo in the Somali community, because it's connected with a lot of shame, when the young people are attracted to this, and also with some fear, because people are afraid of the sympathizers. But I think that, especially Abukar and the shadow, who is the narrator in the film, they have helped breaking this taboo, so that the Somali community also can talk a bit more openly about the problems with the radicalization. And just, I just want to make sure that we understand correctly, do you see Denmark as a general, typical case for Scandinavian cities, or for Northern Europe, or Europe, in this regard, in terms of masculine minorities? Actually, if we compare ourselves to Sweden, and we do that a lot, they are much better integrating foreigners into their society, and they have a much more humanistic approach to people of another color than we have. So actually, we are one of the worst countries in Western Europe, when it comes to integration, and when it comes to real solidarity with the people who are not Danish, who have a lot of skin color. So I think we are, I am not proud to say that, but I think we are one of the baddest countries when it comes to integration. Yeah, I don't want to hijack the voice, so maybe someone wants to ask a question. I can translate also, maybe some volunteers? I would come closer. Yeah, just come closer to be heard. Hi Bill, thanks for the movie, it was really informative and interesting. I wanted to ask if you know what influence your documentary had on the local society, did it make a voice to the government, and did it mobilize a larger group of population, and what was the outcome in the end, and what was the reaction from the audience and public? You mean in relation to the film? Yeah, like what was, how did the Danish people react after watching the movie? Did they feel that they need to do some change, and to make their voice heard toward the government? It's a good question. It's very difficult to actually feel that sometimes, that they are doing something. But we had a very interesting experience at the opening of the film in Copenhagen. We had the Danish Minister of Justice in the panel, there was supposed to be a debate after the film, and she had been one of the toughest hardliners. And then she, the microphone was handed to her, and she said all the stuff that we all the time wanted to hear from the politicians, that we also had a role to play in the radicalization, and we have to be a lot better at including people in our society. And you know, the whole, the whole room was like, wow, she is like turned, she's turned around on, you know, a coin. And then it turned out that the day after, she resigned from office. So it was an opportunity for her to say what she maybe meant all the time. But she is in real politics, and that's, it's all about, you know, it's all about strategy, please, and voters, and all that stuff. It's been, it's been hard to identify the actual changes, changes that the film has had, if it had had any. As I said, I think the film has helped the debate on al-Shabaab and on radicalization a bit, but it's election year, and actually we are in the middle of election campaigns right now. We have an election on June 18th, which makes it very difficult to have real discussions about our society, because everything about this is about voters. So I'm sorry to say that it hadn't had the effect on the Danish society that we would have liked it to have. Thank you. Maybe some, another question? Okay, just one more from me, maybe two questions, and that's it. My guess is that you would probably not be happy about the Danish media either. In general? Yeah, the mainstream media, TVM, mainstream and issues. I think the Danish media, if we talk generally, are very focused on selling newspapers, creating clicks on the internet, selling headlines, and the politicians are very much into that flow of logic. I mean, so they come with all these statements that they know will generate a headline on the internet media for half a day or maybe just for two hours. And this is a battle that is going on all the time, and it's the media and the politicians and also other people who have participated in the public debate. It's getting more and more superficial, because the pace and the speed of everything makes the debate very undimensional. And of course there are still some of the Danish media who are trying to, you know, trying to hold on to some kind of depth into the discussion and to the reporting. But I think like everywhere else in Western Europe and America, we see media more and more focused on the headlines and on the clicks on the internet. And the politicians, they don't resist that. They just tap right into it and make all these statements sometimes crazy. I see. We could use a very good criticism of the Danish media in general. And the last one. Are you playing some kind of follow-up about the story? Because it's a very specific story of individuals. Or maybe you could just inform us about the fate of Muhammad? Yeah, we can take that first. Muhammad is still in Al-Shabaab, and he doesn't want to come home. After we stopped shooting and stopped editing, there was one telephone call where Abuqar talked to his son. He didn't want to be in our film with his voice, but he's okay that we're doing the film, and he does not want to come home. He is convinced in his beliefs. And regarding the shadow, our narrative in the film, he's still struggling with his life. Sometimes it goes up, sometimes it goes down. The one who isn't visible? Yes, the squid. We have very much contact with him still, and sometimes it goes up and sometimes it goes down. He's struggling, but he hasn't given up yet. What was the other question? Oh yeah, the follow-up. Yeah, we're actually planning on a follow-up, and we're seeking financial support for a follow-up. And our follow-up will deal with the Western warriors who have left Al-Shabaab. And it's actually trapped in this limbo in Somalia, because if they go home to the Western countries, they will go to jail for a long time. And most of the countries, they will also be deported when they have served their jail sentence. And if they stay in Somalia, they're actually in danger, because of course Al-Shabaab is not very friendly towards discernment. So that's happened in this limbo, and we want to investigate what are we as societies and governments doing at this. Do we actually want them home, or do we want them to disappear, or what is actually good? So it's a big investigation, but we're working on it. Yeah, that's glad to hear. So we are probably out of our time, Mr. Yasser. Okay. Thank you so much for joining us. Thank you for watching our film. Yeah, and good luck. Thank you very much, you too. Bye. 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 Сомалинск выжилец в предыдущем эпидеме. Выжилец, с которым мы выжили, что желание Oooh Jохans Soviet, что вычисли, что выжиганцы в этом случае. Меня не Коронидор Томин – второй образом, что выжилец в интернациональном направлении. Дискуссия в жилах, как и Сашвариарис, Сашвариарис, Чоримус Тремур, Санфаро, Садачаануларевка, Несоньяк, Сирии, Санбург, Китача, Шехрит, Моц. Таким образом, мы, в этом году, в основном, наше время, по-английски, в Маграму, Тванет-Эрсерс, в том числе, кристинскому итиопиазу, по структуре собачей в собаке, национальная структура, все дома, поскольку с Better Culture, по-прежному, как футболисты, привезают, структуру, в случае этого года года началось, которые принимали в частности в Савуалии республикацию, прежненным республикацию. Прекровно26, имп sponsored by Сталбатии. Аллахielt уір Swanese заключил на罪хин. У них нет буйżenie, extent my биографичу дешеврить. Одни по-нукар of candidates со стороны уже куда-то вциалы. Субтитры делал DimaTorzok по-жиге с кем-то июля, но в этот момент, что мы не сомнались, а в том числе, что мы сомнались. Мы говорим, это шариат. И 24% муслулемы, которые мы сомнались, мы сомнались шариат. Но самим право, что мы сомнались, мы сомнались. Мусульманы, которые были в Этиопии, но здесь есть во-первых, что он был в Этиопии, который был в Этиопии, Ислами, национализм, цыдуа, а шейтлеваро и его патриотипы, в Европе, в Чеченске, в Магасправе, в Тебурхове, это мусульман шамят, а спрабит. И это, конечно, это, конечно, цыдуа, плюс кассы, которые могут быть в Макасправе, Продолжение следует... 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 Продолжение следует...